Сейчас, сейчас, секундочку, сейчас, 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 вот там соседи Украины есть, Польша, пожалуйста, там поднимают плакатик. Да, 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 Польша, Польша, пожалуйста, пожалуйста. А, конечно. Андрей Зоухателли, компания ТВ из Польши, я вас в прошлом году спрашивал про останки президентского самолета, я так понимаю, что ничего не поменялось, но хочу уточнить, что когда мы можем ожидать возвращения этих останков в Польшу? И второй вопрос, связанный очень близко с этим, в Польшу обещают, скоро время обнародовать новый доклад по поводу этой катастрифы, работает комиссия в составе Министерства обороны, в новом правительстве, новые власти, это рассматривают и появляются сообщения о том, что на борту самолета были взрывы, а министр обороны сообщает, что вот у него есть доказательства, это его комиссия работает и, конечно, намеки на то, что, ну, может, не вы лично, а ваши люди спровоцировали эту катастрофу или, в общем, ее провели. Слушайте, но мы устали от подобного блефа, уже просто устали, чушь какая-то вообще, ну, несут как несуразицу. Напомню вам, что я был в то время председателем правительства Российской Федерации и вообще от международной деятельности и деятельности каких-то правоохранительных и специальных служб имело посредственное отношение. Ну, не забывайте об этом. Первое. Второе. Если на борту были взрывы, самолет откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит, там их и положили. Мы, что ли, туда пробрались, какие-то российские агенты положили туда взрывчатку, что ли? Ищите у себя тогда. Ну, наконец, третье. Не было там никаких взрывов. Это же изучено экспертами со стороны, с польской стороны и с российской. Изучено внимательным самым образом, изучено всё происходившее внутри салона самолёта. Когда в кабину вошёл некто и сказал, что, значит, пилот ему говорит, садиться нельзя, а тот ему отвечает, нет, я не пойду ему даже об этом докладывать. Ему кому? Президенту, видимо. Садись. Вот и сели. Ну, беда, катастрофа. Мы так, мы приживали вместе с вами. Нет, нужно накручивать там неизвестно на чём, на голом месте. Вот и с этими, с останками этого самолёта то же самое. Значит, не нужно ничего придумывать. Если есть проблемы и трагедии, надо относиться к этому как к трагедии. И не строить здесь каких-то политических домыслов. Зачем? Вы хотите просто дополнительно и дополнительно осложнить российско-польские отношения? Ради чего? Ради того, чтобы поднять какие-то внутри рейтинги для кого-то? Но мне кажется, что российско-польские отношения уже как бы поважнее, чем просто текущая внутриполитическая борьба в Польше между различными силами, которые используют в этой борьбе какой-нибудь антироссийский фактор. Но переверните в конце концов эту страницу. Повзрослейте вы в конце концов. Станьте зрелыми, отвечающими требованиям сегодняшнего дня и интересам польской нации и польского народа. Но вот цепляние за эти проблемы, дальнейший развал российско-польских отношений не идёт на пользу Польше. Посчитайте, сколько потерь возникло из-за различных санкций, к которым Польша присоединилась. И сколько рабочих мест потеряно там. Сколько производств могло бы возникнуть, ориентированных на российский рынок. Нам от Польши ничего не надо. Мы хотим развивать отношения с Польшей. Надеюсь, что вот этот подход возобладает и в самой Польше.